Рад Вас видеть. Очень для меня большая честь выступать на Вашей площадке, потому что то, что сейчас Аня и Сережа говорили про меня, я в двукратном размере могу сказать про них. У них учится вся Россия, у них все спрашивают совета и они за два года работы, чуть больше уже, поменяли жизни стольких людей и повлияли на жизни стольких людей и успех стольких людей. И не только в прямом смысле повлияли в плане команды, но еще и косвенно на другие команды. Что, конечно, огромная честь и поклон от меня лично, от всех партнеров и от самой компании Reflame, если можно так. Вы большие молодцы, что здесь. Давайте мы с Вами немножко настроим оборудование. Скажите мне, пожалуйста, не фонит ли мой микрофон? Все ли вам хорошо слышно? Все ли вам хорошо видно? Да, все отлично. Ага, и мы начинаем. Тема у меня будет «Азбука финансов и активы в сетевом бизнесе». Тема такая очень серьезная, очень фундаментальная и она больше, она и про наш бизнес, и про нас самих, и вообще про нашу жизнь. Тихо стало, да? Чуть громче можно. Сейчас, секунду. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, раз. Норм? Алло, алло. Прием. Постараюсь уложиться в час. Если где-то буду быстро, пожалуйста, не обижайтесь. Важно, чтобы вы были тихо, не тихо, чтобы вы были в теме. И можете приготовить ручки, листочки бумаги. И вот этот час я прямо вам советую отключить телефоны, закрыться дверьми, да, или чем-то отвлекающих. Потому что если эту тему серьезно воспринять и ее потом применять в жизни, то ждут очень большие изменения. Мы будем сегодня разговаривать вот об этом, о том, из чего складывается финансовый успех. Специально поставил здесь свою справку, но поставил здесь нашу солью справку, последнюю о доходе за этот 17-й год. Но поставил ее не с целью, хвостовства, потому что это не самые большие цифры, которые, возможно, в нашей компании. Да, может быть, как новичку мне бы они ударяли в голову и было бы, может, даже казалось нереально. Но уже сейчас, общаясь с топ-лидерами, я вам скажу, что с точки зрения годового дохода это не сверх большие цифры. Есть люди, у которых нолик стоит дополнительно и даже не в год, а в каталог стоит нолик. Можно и вырабатывать и больше. Вот первый вопрос такой, из чего складывается финансовый успех. Как вы думаете, к вам? Давайте мы сразу договоримся, что мы будем общаться. Задача не просто послушать, а быть в теме, быть в онлайне, быть активным участником этого мини-тренинга. Вот финансовый успех, в первую очередь, складывается. Это, знаете, это не волшебство и не так, что мы вдруг, там, я не знаю, что-то делали, не знаю чего, очень сильно хотели, знаете, да, и вдруг такая цифра получилась. Нет, это на поверку, это выясняется, что это результат целенаправленной деятельности, потому что вначале должна была быть цель, потом должна была быть определенная технология. Это, естественно, это целеустремленность и, знаете, такие моменты проверки, надо ли тебе это, может быть, и не стоит, может быть, быть, как все, может быть, уйти на работу, может быть, не действовать, может быть, поверить людям, что это нереально, может быть, повестись на эти отказы. Вот, и как результат определенных трудов мы получили такой результат. Вот. Но есть такая еще фраза, редко уровень доходов превышает уровень развития личности. Или по-другому, вот Даша говорит, из грамотных вложений. Если у тебя нет хорошего дохода, однозначно финансовая картина твоей жизни сегодня будет складываться из многих факторов. Из того, чем ты занимаешься, и того, какие у тебя доходы, и каким образом ты деньги распределяешь. Мы сегодня об этом всем поговорим. Вот. Но в первую очередь финансовая картина твоя сегодняшняя каждого человека, она зависит от того, какой уровень у тебя развития личности. И какой уровень финансовой грамотности. Потому что вы много знаете историй, когда человек выигрывает, например, миллион долларов в лотерею, 100 миллионов долларов в лотерею. И через 10 лет его находят, он живет на помойке. И говорит, лучше бы я не получал эти деньги, да, потому что большие деньги, большие проблемы и так далее. Вот. Редко нам с вами действительно может выпасть шанс. Неожиданных денег. И даже если они выпадут, но при этом ты не готов их воспринять, то это плачевно на самом деле. Гораздо круче и гармоничнее быть вначале личностью, которая способна и вообще воспринять, и мыслит на уровне таких доходов. Ну и естественно, таким образом эти доходы притягиваются в нашу с вами жизнь. И вот мы сегодня как раз будем над этим разговаривать. Мы поговорим и о том, каким образом такие доходы начать получать, и что в нашем бизнесе дает такие доходы. И каким нужно быть самому человеком, чтобы в этой жизни у вас это было, скажем так. Вот. Вам интересна такая программа, друзья? Это будет не волшебная пилюля, когда я скажу, ребят, все будет круто, давайте там. Да все равно это будет, да. По факту большинство людей в этой жизни или целенаправленно над этим работают, или просто плывут по течению и как бы на выходе не получают этих результатов. Вот. Вообще существует три класса людей. Бедные люди. Давайте сразу небольшую оговорку сделаю. Я сейчас вам буду давать вот с точки зрения бедности, среднего класса и богатых. Это не ярлыки я вешаю и не обзываюсь, да. Я таким образом классифицирую, и вообще это не я, кстати, классифицирую, а классифицирую в финансовой литературе людей. Вот если с точки зрения финансовых потоков, то существует три категории людей. И всего это бедные люди, которые получают деньги от своего труда. И уровень доходов у них такой, что иногда может не хватать даже на самое необходимое. Ну, например, это может быть покупка зимней обуви для ребенка, или может быть оплата кружков в садике. Ну, допустим, да, когда, например, в садик ты ведешь ребенка, и тебе заведующая говорит, ну, вот такие-то есть кружки. Вот мы нашим детям из Тели оплачивали три кружка, Роберту оплачивали два кружка. Суммарно мы платили около 6 тысяч рублей в месяц за дополнительные занятия. И делали это, в принципе, без напряга. Но я знаю, что есть люди, которые от каких-то кружков вынуждены отказаться. То есть, когда денег может не хватать даже на самое необходимое. И в свое время у нас в жизни была такая ситуация, потому что я воспитывался у мамы один. Ну, в смысле, мама меня, даже не меня одного, а меня и брата поднимала без папы. И у нас были ситуации в жизни, когда, например, стоял выбор. Я помню очень хорошо, мама говорила, например, Роберт, скажи, пожалуйста, вот есть 200 рублей, что купить сегодня, хлеб или молоко? Понимаете, да? То есть, вот я, это для меня очень такие были. Сейчас я понимаю, что было очень тяжелое финансовое положение в семье раз. Она даже такие вопросы с нами, с детьми обсуждала. Вот. И в этом плане я могу сказать, что мы этот путь весь прошли. Прошли прямо вот оттуда, да? Оттуда из кредитов. И мы можем сказать, что это такое. Вторая категория, это средний класс. Средний класс, они получают также деньги от своего труда. Хватает, то есть, сразу, смотрите, там еще есть слово такое, активы. Активы, мы тоже введем это понятие, это то, что приносит деньги, даже если ты не работаешь. Так вот, бедный и средний класс, они вынуждены работать, чтобы получать финансы. Вот. И среднему классу на необходимое хватает. То есть, они смогут эти кружки оплатить, и они купят эту обувь, например, и смогут ребенка отправить в бассейн или что-то еще. Ну, если вы считаете, что бассейн это там не необходимый, что-то другое, да, приведите в пример. Но крупные покупки, они будут делать все-таки в кредит. То есть, они возьмут квартиру, но квартиры будут куплены в ипотеку, они купят автомобиль, но автомобиль будет куплен в кредит и так далее. Вот. Кстати, на новостном каком-то портале, недавно читал, прямо вот была такая статистика, что в декабре, оказывается, наша страна чуть ли там не на триллион рублей занимала микрозаймы. То есть, люди, которым не хватало на подарки, на Новый год, они шли и в магазинах велись вот на все эти хом-кредиты, кредитные карты, покупка в расходчику и так далее. То есть, чуть ли не на триллион людей. Теперь скажите мне сами, как классифицировать людей, которым на подарки, например, не хватило денег в этом плане, да? Вот они средний класс, богатый класс или бедный? Напишите мне в чате, как вы думаете. Те, которые брали кредиты на элементарные вещи, да, на то, чтобы купить какой-то подарок. Явно это подарки были не за 15, не за 50 тысяч рублей, а там за 500, за полторы тысячи. Вот, есть еще третья категория богатых людей, это люди, которые получают деньги от активов. То есть, они финансово свободны. Что это означает? Это означает, что их жизнь не зависит от их трудоспособности. То есть, активы это то, что тебе будут деньги приносить, даже если ты не будешь работать. Мало того, активы можно передать по наследству. То есть, ты, в принципе, уже обеспечиваешь жизнь своим детям. И помните, наверное, была такая поговорка, и сейчас она есть, то, что мужчина в жизни должен сделать три вещи. Воспитать сына, построить дом и посадить дерево. Вот на сегодняшний, если брать время ее перевести, то построить дом понятно, да, воспитать сына понятно. А что такое посадить дерево? Вот дерево, в раньше времена, это был актив. Актив, потому что дерево ты сажаешь, оно какое-то время не плодоносит. 5-10 лет, но через 10-15 лет оно начинает плодоносить. И считалось, что ты своим детям, ты их как бы во взрослую жизнь отпускаешь не с нулем. Потому что если у тебя был сад, то минимум какими-то плодами ты был обеспечен. Ну, вы понимаете, да, если в старые времена у тебя не было сада, то ты вынужден еду себе добывать, и ты понимаешь, что никто тебе ее, как бы она не вырастет на ветке. Вот кто вот эту мысль сейчас понял, поставьте, пожалуйста, плюс, и мы дальше продолжим с вами. Вот, и есть такой финансовый наставник, его зовут Роберт Киосаки. Вы наверняка его слышали, я литературу его буду рекомендовать в конце этого тренинга. Так вот, он говорит, что сегодня ситуация финансовая такая, что бедные еще больше становятся бедными. Средний класс вынужден бороться за свое финансовое самочувствие и за свой статус, скажем так, в обществе. А богатые богатеют. То есть, глобальные картины, вот помните, наверное, да, 100 лет всего лишь тому назад, 17 октября у нас была Великая, не Синапка, а какого там октября, не помню. Была Великая Октябрьская революция, когда резко перераспределили блага в нашем обществе. То есть, произошло раскулачивание, появились колхозы и всех уравняли, да. Да, приблизительно 30 лет тому назад, да, получается уже, нет, 20 лет тому назад, всего лишь в 90-х годах опять произошло резкое перераспределение богатства. Все были равны, вот. И 20 лет, в принципе, это было незаметно, потому что вот сейчас тенденция прямо налицо. Те, кто относится к категории бедных, им все хуже и хуже. Средний класс, им все сложнее и сложнее сохраняться в среднем классе, но при этом люди, которые выскочили в класс богатых людей, вот они больше и больше начинают получать денег в своей жизни. Вот. Нравится вам эта картинка или не нравится, к сожалению, сильно повлиять на нее вы не сможете. Вы просто должны для себя решить, в какой категории вы хотите оказаться. Вот. Почему так происходит? Как вообще работает система? Я вам сейчас объясню, почему бедные продолжают бедеть, среднему классу все тяжелее и тяжелее, а богатые богатеют. Дело в том, что система, она имеет несколько рычагов на то, чтобы управлять людьми. И нами, вами в том числе. И один из рычагов это налоги. Сегодня мы о них не будем говорить, в том числе там пенсионный фонд и так далее. Один из рычагов это финансовые инструменты в плане вот таких вот колебаний курса валют и так далее, и инфляции. И один из самых сильнейших рычагов это закредитованность населения. И вот если взять, например, соотношение вообще в целом людей, которые должны банкам, например, и они сколько-то зарабатывают. Вот в нашей стране приблизительно 23-24% людей уже, скажем так, должны больше, чем зарабатывают в год. А в Европе и в США около 100%. То есть практически все люди должны банкам и всем остальным, организациям больше, чем они зарабатывают в год. То есть даже если ты год работаешь, ты еще должен остаешься. Вот самая основная причина этого всего в том, что у нас еще очень мало ипотечных кредитов выданных. И один раз я слушал передачу с банкиром, он сказал, что знаете, в России на самом деле очень еще как бы рынок ипотеки не сформирован, потому что у наших родителей, ну большинства из наших родителей, у них квартиры все-таки в собственности. И наши родители живут в своих квартирах и пока еще не передают детям по наследству долги. Вот. Если лично брать на Западе, то на Западе очень маленький процент ипотеки и за счет этого люди в принципе не стремятся ее выплатить как можно скорее, потому что она не такая обременительная. Но происходит очень страшная картина, потому что при этом как бы получается, что люди за всю жизнь не успевают с ней рассчитаться, и они вынуждены еще детям оставлять закладную на дом. То есть ты купил дом, всю жизнь за него платил, и еще твои дети для него заплачивают. Вот. А для чего это делается в сегодняшнем мире? Для чего закредитовывать людей? Дело в том, что есть конкретный курс на закрепление людей в экономике, потому что людям, у которых болит голова, они, он, как бы, понимаете, если человек финансово свободен, он решает совершенно другие вопросы. Он, во-первых, может не ходить на работу, во-вторых, он имеет право выразить свое мнение. И не то, что право, да, а при этом он не будет бояться увольнения и чего-то еще. И в конце концов он может заниматься тем, что он хочет, а не тем, за что он вынуден зарабатывать. Вот. Поэтому лично вам, как бы, ситуация какая, что, может быть, вы чего-то хотите другого, но государство конкретно хочет вас, сегодня оно хочет вас закрепить. И оно закрепит вас или где решите, вот в какой категории, бедных, среднего класса или богатых. Или вас закрепят там, где выгодная система. Вот. Ну вот сейчас, допустим, ну такая статистика, около 17 тысяч у нас ипотек, даже больше, наверное, на сколько-то миллионов там рублей, триллионов, вот, которые на грани банкротства. То есть, ну как на грани банкротства? То есть у них долг, он превышает их доходы. И идея государства такая, что вы можете продолжать жить в своей квартире, но она должна стать чем-то активным. То есть, ваша квартира должна начать или доить вас в пользу банка, или доить вас в пользу арендодателя или чего-то. Вот. При этом все дорожает, при этом все построено так, чтобы у людей не было свободных денег, то есть у людей не получалось откладывать, и при этом большинство людей живет от зарплаты до зарплаты. То есть, что это означает? Это означает, когда, например, ты получил доход, ну вот у меня такое было в оценке, и даже в Арифлэнде такое было, не всегда мы получали такие большие деньги, но у нас всегда была цель хорошо зарабатывать. То есть, когда ты, например, получаешь доход, и ты уже знаешь, куда он расписан. То есть, там, за квартиры заплатить, еще куда-то, еще куда-то кредиты дать, и все. Да? Вот если вас с этим сталкивались, если, вот сейчас самое главное, ребят, поставьте плюсы, кто понимает, что я сейчас не про кого-то гипотетически, у кого в жизни такая ситуация есть, у кого есть люди, кто в такой ситуации, кто понимает, о чем я говорю. Если для вас это понимание сейчас есть, пожалуйста, ставьте плюсы. Я буду понимать, что мы с вами говорим не про Луну и про Марс, а мы говорим с вами про то, что происходит вот в нашей жизни сейчас. Вот. И по большому счету, вот, если сейчас до сих пор еще вы думаете, что можно ничего не предпринимать, и все будет хорошо, вы можете посмотреть на эту девочку в розовых очках. Ну, тут она, конечно, улыбается, да? Вот. Но розовые очки – это телевизор, да, у людей. Вот. Потому что телевизор, и мы сегодня тоже про это будем говорить. Вот. Вопрос. Если же вы поставили задачу себе перейти в категорию богатых, а вообще тоже сегодня мы про установки будем говорить и про образ мышления, тоже сейчас вот в этом тренинге, когда я говорю, важно вам отследить еще реакции своего тела, своей психики на вот эти слова. Вот богатство, да, вы богатый или вы бедный, вас это задевает, вас это оскорбляет, оскорбляет, вам это некомфортно, будете ли вы стесняться своего окружения, если ваше окружение вас будет называть богачами, да, как вы будете в этот момент себя вести. Подумайте об этом и отследите у себя, потому что это очень важный момент. Если вы в голове не уберете при полной установке, если вы будете на уровне клеток чувствовать себя некомфортно, когда речь идет о деньгах, денег у вас в жизни будет очень мало, потому что подсознание, оно подсознательно будет вас избавлять от этого. Вот, и работа над своим богатством и вообще над финансовым, над своей финансовой составляющей, она делится вот на три категории. Первое – это образ мышления, установки и привычки, и это в центре, вот как круги наводят, да, то есть это основа, и отсюда идет все остальное. Второе – это привычки, и есть такая фраза, по сей привычку пожнешь судьбу, потому что очень многие вещи мы делаем на автомате. Да как многие? Да практически все. Первый раз, второй раз ты это сделаешь, третий раз ты это делаешь на автомате. Ты не задумываешься, как ты дышишь, как ты чистишь зубы, с какой ноги ты встаешь, как ты выключаешь свет даже достаточно, три-четыре раза зайти в комнату, и у тебя уже рука на автомате тянется. И то же самое у нас с финансами. Есть, оказывается, финансовые привычки, которые на автомате ты делаешь, даже не задумываясь, и потом это тебя ведет к какому-то результату. И третье – это знание, умение и навыки. И если брать образ мышления, вот Маша пишет, ой, Дарья пишет, что к нашей культуре к богатым относится плохо. Не знаю, даже до конца такого у меня, представляю, даже никто не довольствует. Так богатый, что ли? Да, в нашей культуре относится плохо, и мы сейчас об этом будем говорить. И вы должны это понимать, что вам тоже придется через это пройти. Если вы поставите себе задачей стать финансово свободным, вы должны будете пройти, и вам должно стать пофиг на мнение окружающих. Потому что, знаете, мнений может быть множество, жизнь у вас всего лишь одна. Итак, первое, да, из чего складывается образ мышления, и вообще, что мы в жизни получаем. Есть такая формула, мысли ведут к действиям, а действия ведут к результату. То есть, если я мыслю позитивно, ну, скажем так, давайте, представьте себе, человек попадает, например, в аварию. Если он мыслит негативно, ну, например, в аварию попал, кредит теперь платить, блин, вообще депрессия, и так далее, и так далее. Какие у него действия? Он уходит в депрессию, он потом очень долго из этого расхлябывается, и так далее. Вот эта формула, она может действовать, например, даже в бизнесе. Что-то не получается, и ты все, уходишь в самокопание. Какой, соответственно, человек получает результат? Результат у него плачевный. Глобально он не развивается, максимум он может восстановиться, но через какое-то время. Понадобится, может быть, годы. Вот. Второй вариант, да, например, он мыслит позитивно, например. Допустим, тоже так же попал в аварию, не дай бог, конечно, но говорит, авария круто, к новой машине. Какие у него после этого идут действия? Изначально даже установка меняет уже действия, да? Какой у него после этого результат? Как правило, это новая цель, какие-то, может быть, более активные действия. Он не жалуется, он не стонет, он не ждет, когда его пожалеют, но при этом он получает совершенно другой результат. Это может быть даже в бизнесе. Если, допустим, тебе отказал человек при рекрутинге, и ты не уходишь, негативно говоришь, окей, классно, ты отказал, может быть, ты оставил место свободное для более сильного человека. А тут, как бы я сейчас с тобой работал, а может быть, на вот этом, как бы, как сказать-то, теоретическом месте, да, таком, должен быть другой человек на твоем месте, который более сильный. Спасибо, что ты сразу мне отказываешь, я не буду на тебя время тратить, я буду с более сильными, с людьми, которые более сильно хотят работать, знают, что им в жизни надо. Соответственно, какие действия? Действия будут направлены на созидание, на рекрутинг, на общение с другими людьми, сама оценка не будет падать, да, потому что ты себя дорого ценишь. Какой результат, друзья, после этого будет? Как вы думаете? Конечно же, другой, совершенно полярный. Ну вот, самое интересное, что оказывается, вот в этой формуле мысли, действия, результат, есть еще первый самый базис, это программа. Мысли, которые в нашей голове рождаются, они, оказывается, порождаются программой, которая заложена в нас. А программа, это, знаете, легче всего объяснить Windows. Например, представьте себе, вы писали какое-то письмо и сделали ошибку. Вот, нажимаете печать, листочек выходит, вы смотрите, есть ошибка. Зачеркиваете ее, да, заштрихуете, еще раз нажимаете печать, опять ошибка. Заштрихуете, еще раз нажимаете печать. Вот в принтере у вас же не будет вопросов, что надо зайти в саму программу и исправить эту ошибку, так ведь? Но почему-то, когда у нас люди, допустим, начинают что-то делать, ну, это в плане финансов, например, может быть постоянное банкротство, да, то есть есть люди, у которых денег всегда нет. Даже есть фраза такая, в 20 лет ума нет и не будет, в 30 лет денег нет и не будет, в 40 лет жены нет и не будет. Потому что уже, видимо, есть какая-то программа, которая срабатывает раз к 30 годам, у человека денег нет до сих пор, да. Вот, то же самое, например, ну, в плане каких-то отношений, да, может быть так, человек, допустим, женщины могут быть постоянно, допустим, с разными мужчинами, им постоянно, например, изменяют, да. То есть, и вопрос даже не в мыслях и не в действиях, оказывается, в женщине может быть заложено, или у мужчины такая, да, когда попадаются ему какие-нибудь там стервы, которые его разводят и так далее. Вот заложена базовая программа, что он подсознательно это к себе притягивает. И вот эта фраза, которую друзья сказали, за одну минуту вы не поменяете жизнь однозначно, но за одну минуту вы можете поменять тот мысль, который изменит. Вот это действительно меняется, потому что программа, она на самом деле, и вообще в первую очередь работа над своей финансовой составляющей начинается с искоренения программ, которые у вас стоят. Сейчас мы о них будем говорить. Дело в том, что вот про богатых, да, помните, Дарья говорил, по-моему, что к богатым у нас негативно относятся. Это происходит не случайно. Дело в том, что все общество, все наше окружение, телевидение и вообще информационное поле, а это не только может быть телевизор, это и книги в том числе, и сказки народов мира, и что еще у нас происходит. И установки, передаваемые из прошлых поколений, они в нас формируют или подсознательно, или целенаправленно негативное программирование в отношении финансового успеха. То есть я даже сейчас не буду говорить нейтральное, я даже не буду говорить, что это часть. Я вам прямо вот это реально, ребят, констатация факта. Все информационное окружение, поле и так далее с детства в нас начинает формировать негативное программирование относительно богатства. Вот как это работает в сказках, например. Ну в сказках это закладывается, ну очень в простых вещах, ну например, где, например, работник балда и поп, который там явно богатый, да, какой-нибудь барин там и так далее, но по жизни он какой-то такой вот. В сказке у нас позитивное отношение складывается к этому балде, он наш герой национальный, и негативное складывается к этому богачу. Вот. Или, например, это, кстати, во многих сказках есть, и в том числе про и сказки Пушкина, и очень многие сказки западных писателей. Вот. Мы сейчас даже не говорим про телевизор, мы сейчас говорим вообще вот, про базис, да. Поэтому даже, когда вы своим детям будете сказки читать, вы, пожалуйста, читайте их по-своему. Вы же знаете, например, чем эта сказка это кончится? Так зачем вам, своему ребенку, ставить негативные установки? Вот я, например, недавно вообще поразился просто и чуть ли не выкинул книжку про русалочку. Потому что сказку про русалочку мы все знаем, и знаем мультик про русалочку, и это всем нравится. Но когда я ее сейчас начал читать осознанно, своим детям, я удивился, насколько много всяких ставится негативных программ в отношении неразделенной любви, в отношении страданий, в отношении жертвенности, в плане, что если ты хочешь получить, например, принц, ты должен обязательно принести в жертву. Вообще, эту сказку я прямо вот в таком виде, в котором она печатается, запрещаю читать детям. Потому что если ваша дочь, например, эту сказку переживет внутри и воспримет ее, то она потом может воспринять этот же негативный сценарий в своей жизни. А зачем это надо? вопрос. Поэтому, друзья, однозначно телевизор. То есть, делайте выводы. Новости, например, новости, они у нас программируют однозначно негативно, потому что, во-первых, они сразу же вам снижают уровень энтузиазма. Если вы что-то хотели и посмотрели новости, то уровень энергии у вас будет очень снижен и вы прям можете даже заметить, что как бы как лимонты выждут, то есть, они энергию сосуют. Во-вторых, они еще нам снижают планку, потому что новости вам редко будут показывать про то, как круто живут на планете вообще, да? Если они будут показывать, что богатых их посадили, поэтому подсознательно что закладывается? Не воруй, даже не то, что не воруй, а не будь богатым, потому что богатых садят. Вот. Ну и еще будут показывать вам землетрясения, наводнений, непонятно где, чтобы вы думали, что у нас-то еще все хорошо, что у нас хотя бы в России, в принципе, у меня еще квартира есть, пусть, конечно, в Хрущевке, но зато и своя, вот, а в Африке вообще вон голые ходят все и так далее. Понимаете, да, о чем я? Интернет сейчас очень сильно формирует негативное мышление, особенно если вы заходите в него нецеленаправленно, потому что вас однозначно тут же прямо отвлечет новостями, какими-то постами, лентой и так далее. А вы должны понимать, что 95%, даже 98% постов и всего остального выкладывается в интернете бедными людьми, соответственно, или богатыми целенаправленно, какими-то корпорациями и так далее, кредитными организациями, и они вас будут перепрограммировать. Вот, русалочку жалко. Жалко, знаете, девчонок, которые потом, как русалочка, ищут своего принца и страдают потом все здесь. А русалочку-то не жалко. Вопрос просто, зачем это написано для детей. Вот кинофильмы даже, очень простой пример. Допустим, возьмите фильм «Титаник». «Титаник» все, наверное, смотрели, и большинству он нравится. Я его смотрел раз в семь в детстве. Но «Титаник» это полностью картина, записанная для бедных, потому что, если бы она была записана для богатых, то она бы не была кассовой. Чтобы она была кассовой, надо, чтобы люди валили на нее. А чтобы они валили, надо, чтобы она вызывала эмоции. Ну, возьмите элементарные сцены. Допустим, сцена, например, отдыха, когда Роза попадает на верхнюю палубу, и там все так, не Роза, а Джек, у нее. И там все чинно, они сидят такие скучные, скрипят по тарелкам. И потом Джек говорит, давайте покажу, где по-настоящему веселуха. Идет на минус четвертый этаж, где там пьянка, гулянка, тут кого-то стошнило, кому-то плохо, но, блин, картинка режиссерская, нам показывает, что этим людям весело, и они по-настоящему счастливы. И наше подсознание воспринимает, что хочешь быть счастливым, хочешь, чтобы у тебя было весело, будь бедным. Не надо к этим богатым, они скучные, и вообще с ними неинтересно. Или, например, сцена, как вообще Джек попадает на этот корабль, потому что Джек как на него попадает? Он попадает на него случайно, он выигрывает билет в азартную игру. И подсознательно эта сцена воспринимается, как хочешь вообще жизнь, по-настоящему крутая складываться, когда это не спланировано, когда это кураж, когда это как сказать, ну вот так вот, да? Ага, там раз и все. Вот так надо жить, друзья. Вот. Будь что будет, завтра будет круто. Ну или возьмите сцену на прямой эвакуации, когда богатые говорят, что типа вот у нас места VIP, там и мы хотим в лодках, а тут бедные, знаете, погибают, и это все, понятно, что там все погибали. И это было очень страшно, но ведь показывается это так, что богатые какие плохие, они ведь в лодках-то сидят по 40 человек, хотя по идее могло быть 200 человек там ее вообще перевернуть. То есть вот такие моменты, которые вот ты как бы выхватываешь из фильма, их подхузнание, если они тебе закладываются, все это настраивает тебя, что бедные быть круто, а богатые плохие. А если твое подсознание думает, что богатые плохие, то ты богатым никогда не будешь. Второй момент, это наши ограничивающие установки. Как вот эти программы из себя искоренять, надо в первую очередь их в начале отследить. Тут я пояснять не буду, вам нужно просто перечислить их и открыть, да, есть ли у вас такие. Например, деньги с неба не падают, если падают, то точно не на нас. Деньги залабатываются тяжелым трудом, будет шкала день и ночь, без выходных, может и станешь побогаче немного. Знаете, вот очень такая установка, что чтобы зарабатывать надо много работать. Вы знаете, вот я самые богатые люди, которых я знаю в окружении, они что-то вообще могут не работать, а деньги они имеют при этом. А вот бедный человек, он конечно и как бы зарабатывает может быть немного, но при этом может и не работает. И на поверку вроде бы он счастливый, да, такой, он в своем мерке создает себе какой-то такой комфорт, зона, он может позволить себе там куда-то ходить, там и так далее, и так далее. Не вопрос, ребят. Вопрос просто, как вы понимаете, уровня что ли того, даже не уровня, потому что, ну по большому счету для счастья человеку-то много-то и не надо. Вот, просто уровень, ну даже как бы в плане еды, да, можно наесть и макароны. Вот, просто вопрос качества, вопрос при этом каких-то других может быть ценностей, да, внутренних. Вот, ну ладно, это уже как бы лишнее, да, просто я вам что хочу сказать, то, что на каком-то этапе, а сейчас мы про это еще расскажем, давайте дальше пойдем. Вот, много работаешь, много получишь, и так далее, и так далее. Давайте, чтобы было проще, вы в чате, пожалуйста, напишите установки, которые вам, может быть, говорили. Может быть, вот все богатые воры, в России, честно денег не заработаешь. И очень интересная установка, вот мне, допустим, да, парень, одному психологу написал письмо, скажите, пожалуйста, вот, в тренингах учат, что если ты хочешь быть богатым, или там, бизнес, да, найди любимое дело, и типа, вот, занимайся бизнесом, да, вот, а я вот не знаю, что мне больше нравится, там, или это, или то. Вот, а тренер ему сказал, пока не начнешь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, делай, делай, когда начнешь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, начнешь выбирать любимое дело. Понимаете, о чем я говорю? Только у тебя другая свобода будет любимого дела, может быть, ты выяснишь, что твое любимое дело это совершенно другое. Вот, третий момент, отличие бедных и богатых. Вот, мы сейчас разбирали с вами установки, негативное программирование, и, вот, всех денег не заработаешь, и так далее. Вот, самый, такой момент, который отличает, это, например, бедные, они готовы, им надо, чтобы было хорошо сейчас, но им, как бы, без разницы, что будет плохо потом. А богатые, они готовы сейчас, в чем-то себе отказать, но, им важно, чтобы им было хорошо потом. Вот, что это такое? Это, например, когда человек берет кредит, ему нужно, чтобы в данный момент, вот, всю секунду, он эту вещь купил, потому что покупка вызовет определенный уровень выброса эндорфинов, и прилив счастья. На следующий день, это счастье пропадет, эндорфины испарятся, и потом, ему нужно будет год-два платить кредит за эту вещь. Ему будет явно плохо потом. Но в данный момент, он выбирает принцип, ему надо, чтобы было хорошо. Вот так принимают решения бедные люди. Богатые люди, например, они, наоборот, готовы сейчас отказать себе в этой покупке, готовы составить финансовый план, копить, и они понимают, что хорошо им будет потом. И, по-настоящему хорошо действительно им становится потом. Представьте себе, что, например, человек хочет похудеть, ну, да, снизить вес. Вот бедный человек, ему важно, чтобы ему сейчас было хорошо. Он говорит, я сейчас пофиг на диету, съем сейчас пирожок, завтра, или, ладно, сегодня в тренажерку не пойду, потом неделю буду ходить. Вот богатый, это вот прямо в привычках проявляется. Он каждый день будет бегать, вставать в 7 утра. Ему сейчас, как бы вот с нашей стороны, да, с обычной стороны людей. Ну, нам может показаться, что ему плохо, но на самом деле ему очень хорошо, и ему очень хорошо будет потом. Например, кому-то может быть хорошо сейчас, какой-то там, например, курить, да, то, что у него лет через 10-15 будут реально проблемы с давлением, с холестерином в крови, с сосудами, с легкими, и будут такие вещи серьезные, за которые он придется расплачиваться, не даже не деньгами, а еще чем-нибудь. Ему по барабану, ему нужно, чтобы было хорошо сейчас. Богатый человек, не в плане, ребят, денег, да, сейчас я хочу сказать, а в плане, вот вообще в целом принятия решений. Он вынужден, он может позволить себе отказаться от сегодняшних моментов вот этой эйфории, потому что он понимает, что дальше ему будет очень хорошо. И когда вот люди, да, один раз я слышал такую фразу, человеку сказали, типа, кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Слышали такую фразу? Есть такие люди, да, скептики. Типа, ну да, этот не курит и не пьет, и потом все равно, на тот свет отправится. А что, лучше умереть больным, ходя под себя, да, и там, парализованным, не мог я встать с кровати, да, причиняя страдания всей своей семье, потому что ты, блин, за собой даже поухаживать не можешь. Вот. Вот тут вопрос, да, такой. Вот. Поэтому выбор, да, и вот этот выбор нужно, и вообще тренировать все богатства нужно каждый день, потому что бедный человек, например, он может сказать, окей, вот в плане рекрутинга, в плане бизнеса, давайте перенесем это. Мы с вами пришли в бизнес-систему, нам нужно рекрутировать. Рекрутировать, это иногда отказаться от приятностей, да, мне как родителям, может быть, приятнее сейчас пособирать лего с ребенком и не запариваться. Но я, например, выделю время и, может быть, какое-то время поэффективнее поработаю и, может быть, какое-то меньшее время с ним пособираю лего, но с другой стороны, может быть, он самостоятельно это поделает. Вот, но зато я понимаю, что мне сейчас, может быть, в этот момент будет сложнее это сделать, но зато мне будет хорошо потом, потому что потом мы вообще можем на месяц уехать с ребенком в Даню, например, где есть Лего Ленд, и засобираться этим Лего. А вот бедный человек, например, он может сказать, нет, вот это сложно для меня заставлять себя рекрутировать, общаться с людьми, я лучше пойду, найду себе приятные, да, такие задачи, которые, ну там, полы поможут, женщины говорят, вот я буду полынуть, я семьей буду заниматься. И в какой-то момент они, на самом деле, им вот в плане эндорфинов, в плане напряга, они в этот момент, как бы, не так себя напрягают. Но чем это выливается потом? А потом это выливается тем, что, например, тебе может не хватать, например, на новый велосипед ребенку. Или, допустим, тебе ребенок через 5 лет придет и скажет, мам, у нас класс собирается на английский язык, группу формирует, все хотят в Англию поехать. Вот сам Талин вывозит в Англию. А ты, блин, такая мама, которая даже думать об этом не может. И она скажет, или, например, ему надо будет поступать, и знаете, вот репетиторство, да? Я вот помню, например, что мама говорила, Роберт, учись хорошо, потому что денег на то, чтобы тебе приходили репетиторы, у меня нет. Может быть, вам так же говорили? Вот. И сейчас вопрос не только о деньгах, а вопрос еще о времени, ребят. Потому что, когда вашему ребенку, вот сейчас вот он с лего занимается, это фигня все, лего. А вот когда ему по-настоящему нужно будет ваше внимание, например, когда ему будет 15 лет, и когда он будет уже выбирать осознанно компанию, да? И смотреть для себя авторитет. А ты, родитель, который вынужден ходить на работу, значит, ты ушел на работу, ребенок твой в школу ушел. Ты пришел с работы, он уже из школы пришел, и ты его не видишь. И ты не знаешь, чем твой ребенок живет. И у тебя даже времени нет думать, и даже нет времени, чтобы поговорить с ним, потому что у тебя на работе начальник так вздрючил и напряг, что тебе пофиг становиться для своих близких, лишь бы там упасть на диван и отдохнуть. А в пятницу на шашлыки. Вот это вот по-настоящему страшно. Потому что мамы, которые сегодня мне говорят, я что-то там ребенком не занимаюсь и так далее, ребят, да пока он учится там ходить и так далее, какашки за ним протирать, это еще не занятие ребенком. Да, это как бы на уровне физиологии занятия, но это можно пустить и на самотек. Какие-то вещи. А вот когда серьезные вещи будут, что такое хорошо или плохо, когда будут закладываться принципы успеха, когда нужно будет поступать в какой-то вуз, когда нужно будет что-то еще делать, да, вот тогда ты сможешь быть рядом или ты вынужден будешь работать и отказать в чем-то, да. Это очень страшно. Это когда я об этом думаю, я думаю, что люди, вот это тоже, сегодня он сказал себе, дал слабинку и подумал, ну ладно, я не буду напрягаться. А потом, чтобы, а еще когда твоему ребенку будет 15 лет, вот мне, например, будет уже 47-50 лет. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Ну, мы-то в бизнесе, у нас-то все будет хорошо, а кто работает по найму? Что у них будет? Когда у тебя уже не такая энергия, когда тебя поджимают молодые, когда время поменялось, когда поменялись технологии, а ты, блин, не знаешь, что такое интернет. Ну, сейчас вот то, что с нашими родителями происходит, да, когда они не в теме, они вынуждены изучать это все, когда ему уже 50-60 лет понадобится. Вот. Дальше. У богатого человека обязательно есть инвестиционное мышление, друзья. Что такое инвестиционное мышление? Это умение мыслить на перспективы. Вот я сейчас немножко уже это инвестиционное мышление затронул. Я не сильно вам какие-то такие серьезные вещи говорю. Если хотите, я могу по лайту пройтись, да, и сказать, что все хорошо, и все круто, и вообще не парьтесь. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы, ну, я вам сейчас говорю свои мысли. Вот именно такие мысли все время нас двигали. Вы должны это понимать, что я сейчас вам говорю откровенно. Как я в свое время думал, и наши, как бы, наши периоды вот этого проживания. По-харту. Вот смотрите, какие моменты инвестиционного мышления. Первое. Мне никто не должен, и ничего не должен. Ни спонсор, ни начальство, ни государство, никто. Все зависит только от меня. Ни от кого-то, ни от дяди Васи, ни от людей. Второе. Богатый всегда выбирает и то, и другое. Это очень важный такой момент, потому что всегда выбор, это отказ от чего-то. Вот иногда люди говорят, я куплю себе там, или я пойду на это обучение, и на следующее. Это уже выбор, это значит, ты отказываешься от чего-то, а значит, ты ведешь себя в чем-то как бедный. Богатый человек, он всегда едет и туда, и сюда. Люди думают, или квартиру, или дом. У богатого человека будет и квартира, и дом. Люди думают, джип или легковая. У богатого человека будет и легковая, и джип. Вот это вот в плане, в плане обучения и в плане подходов. Выбор это всегда отказ, а отказ это всегда в чем-то проект. Богатый заботит свой капитал, а не сумма оклада. Тоже очень важный такой момент, потому что, сейчас секунду, можно я смс возьму? Спасибо. Значит, что такое капитал? Что такое сумма оклада? Капитал, люди, которые со стороны бедных вас будут спрашивать, ну ты вот уже в Арифлэйм два месяца, ты уже в Арифлэйм год, и сколько ты заработал? Понимаете, когда вы видите рейтинг Forbes, например, и там есть Абрамович, и говорят, что он миллиардер, или вы видите, например, Марка Цукерберга или Билл Гейтса, вот как вы думаете, его миллиард, это его капитал или это доход в месяц? Вот богатый человек, он на самом деле может и не может, а он чаще всего заботится тем, какой у него формируется капитал, и какие он формирует активы, а не то, сколько он зарабатывает в этот момент, в этот же момент. Вот, не суммы оклада. То есть, что я сейчас хочу сказать, например, бедный человек, он когда думает, он думает, что, а сколько мне за это заплатят, да, допустим, а сколько я получу в конце месяца с этого? И в этом плане, например, очень круто, когда мы в систему внедрили, в систему командного построения, и когда мы начали в Рефлайме именно формировать активы, правильное направление бизнеса мы взяли, мы прям, это четкая установка, друзья, ты занимаешься бизнесом, и 2-3 месяца ты должен этот бизнес поставить на рельсы, а потом ты однозначно будешь этого получать, и получать будешь больше, чем вообще люди об этом думают, и ты при этом будешь это получать еще от актива. Вот, но в первый месяц, во второй месяц, в третий месяц, а может быть даже на шестой месяц, если ты не такой темп быстрый взял, твое окружение, работающее по найму, будет тебе мозг выносить, потому что они будут говорить, а сколько ты зарабатываешь, да, иди лучше на работу, на нормальную устройство, и так далее. Вот, а богатые получают деньги за результаты своего труда, а не за отработанные часы. Вот, рекрутируем мы, например, не 2 часа в день, а рекрутируем мы 1 регистрацию в день. Вот сейчас тоже услышите, пожалуйста, да, это разница. Я сажусь не на 2 часа отработать время, а я сажусь на эффективность. Я рекрутирую 1 регистрацию в день и так далее. Вот, и самое главное, у богатого у него есть план накрутить богатство. То есть у вас должен быть план, вы должны для себя четко принять критерии. Во-первых, я хочу быть в этой категории. Во-вторых, я понимаю, что для меня означает моё богатство. Сколько квартир, какого уровня команды в Арифлейм у тебя должна быть. Может быть, ты какие-то деньги, премии в Арифлейм потратишь на какие-то денежные активы и так далее. Что такое богатство, из чего оно сложится. И у тебя должен быть план к этому богатству. Ну, для нас, Оля, план начинался, когда мы сели, посчитали. Мы не понимали, что такое актив. Мы просто посчитали образ жизни нашей мечты, сколько стоит Лексус, сколько стоит трехкомнатная квартира. И поняли, что нам нужно зарабатывать 230 тысяч в месяц. Вот для нас тогда вот такой базовый план сложился, когда мы вот это посчитали. Ну, как бы не активы, которые бы приносили 230 тысяч, а, скажем так, что такое уровень жизни. Ну, как бы оболочка, конфетка богатая. Но и то это уже дало нам задумываться, а сколько надо денег ты вообще зарабатывать, чтобы хотя бы жить, как ты хочешь. Второй этап, это, конечно, привычки. И привычки, они опасны. Это знаете как? Эта вещь может погубить тебя и убить тебя. И эта вещь тебя может возвести на Олимп. При этом, да, есть очень крутая загадка, я вот ее не нашел. Как бы ты ее не знаешь, ты ее не замечаешь, но она есть в твоей жизни. И она может тебя как погубить, так и вознести на Олимп. Что это такое? Это привычки. Какие есть плохие финансовые привычки? Плохие финансовые привычки тоже вы можете сейчас в чате написать, если я какие-то не написал. А я уверен, что я не написал. Напишите, пожалуйста, какие, может быть, есть привычки плохие в вашей жизни. Первое, это привычка тратить больше, чем зарабатываешь. То есть не мочь удержаться от каких-то покупок и иногда уйти в перерасход. Второе, чрезмерное потребление. Это когда ты приготовил столько еди, например, что она испортилась или что-то еще. Вот. Это такая вещь, которая есть у многих в жизни. Потому что от чего-то ты можешь, например, отказаться. И когда-то мне было стыдно. Вот, например, у нас, когда мы уже были даже золотыми директорами, но мы копили на первую свою квартиру. У меня, например, очень долгое время был плохой телефон. Такой кнопочный Nokia. И мой сосед говорил, Роберт, ну я же знаю, что у тебя деньги есть. Чего ты себе нормальный телефон не купишь? Понимаете, да, о чем я сейчас, наверное, говорю? Вот. Но мы копили на квартиру. Хотя сейчас я понимаю, вот в данный момент, например, когда телефон стал инструментом для работы, потому что здесь все. Надо, чтобы телефон был быстрый и надо в технику вкладывать. То есть поменялось немножко. Но раньше, в принципе, достаточно было телефона, который просто звонит. Вот. Третья плохая финансовая привычка. Незнание своих расходов. Вот Ирина написала, кредиты, да. Не кредиты – плохая финансовая привычка, а, скажем так, легкость, с которой ты берешь его. То есть, грубо говоря, тебе что-то надо стало, и ты вообще как бы сразу видишь, как вариант, то есть ты не рассматриваешь зарабатывать больше, отложить больше, какое-то время, может быть, от покупки отказаться и потом купить. А ты просто не задумываясь, идешь и берешь. Это плохая финансовая привычка. Это как, я не знаю, например, ты, ну, как вот, если ты хочешь похудеть, например, относительно похудения, пойти и перекусить хлебом – это плохая пищевая привычка. Или, например, если ты занимаешься спортом, да. Дальше плохая финансовая привычка – это отсутствие плана увеличения доходов и отсутствие плана богатства. И вы можете еще накидать сюда, если вот привычка уходить в долги, например. Спасибо вам огромное, Галина, за подсказки. Вот. Очень важно в своей жизни это отследить. Плохие финансовые, то есть привычки, которые вам мешают идти к богатству. Хорошие финансовые привычки есть какие. Это, например, откладывать 10%. Или планирование расходов. Ну, я вот, например, очень хорошую финансовую привычку себе завел уже лет 5, я ее веду, может быть, меньше, конечно. Это я записываю все чеки, которые я трачу. Все, все, все. Я вам могу даже сказать, сколько я потратил 2 года тому назад в январе. А может быть, вы также. Если у вас есть, поставьте плюс. Вот. Хорошая финансовая привычка – это оплачивать счета сразу же. Потому что они тогда копятся, и что означает не оплатить счет. То есть, например, ты заработал 10 тысяч, и тебе нужно оплатить 3 тысячи за квартплату. Если ты сразу не оплачиваешь, значит, ты начинаешь жить в долг. То есть, ты эти 3 тысячи взял из квартплаты и потратил. То есть, ты их как бы, ну, их перераспределил, ты начал жить в долг. Ты стал должен там. Хорошая финансовая привычка – это употребление wellness, например. Почему? Давайте проведем мозговой шторм. Как вы думаете, почему употребление wellness – это хорошая финансовая привычка? Вот. И еще однозначно хорошая финансовая привычка – это постоянное обучение, развитие их, и даже не только в финансовой сфере. Друзья, я жду от вас обратной связи. Энергия, здоровье, да? Да-да-да, друзья. Потому что от этого нас энергия. Не надо, наверное, причинно-следственную связь выстраивать энергии и уровень доходов или уровень твоей работоспособности. Здоровье, да? Не надо, наверное, выстраивать, что лекарства – это расходы в семье, грипп – это расходы, болезни – это расходы и так далее. Вот. Да, болеть дорого, да? Да-да-да, согласен. Вот. И мы переходим к знаниям, умениям, навыкам. То есть, смотрите, три этапа, да? Первое. Мы открыжили, проанализировали, установки и образ мышления и начинаем над ним работать. Прямо лучше всего, знаете, не убирать. Вот если ты думаешь, как-то вот находишь в себе вот эти вот, например, негативные установки, их надо заменять. То есть, их просто исключение не работает. Мозгу надо вот эту пустую ячейку чем-то занять. Лучше всего гиперфразировать. То есть, все ваши финансовые плохие, негативные установки и так далее, вам нужно поменять. Богатые, хорошие, храмы строятся на деньги богатых, это делается там-то, да? Если ты богатый, ты можешь помогать людям и так далее, и так далее, и так далее. Если в плане богатства, например, да? Деньги даются легко и надо начинать искать подтверждения. Я вот, например, сейчас приезжаю, вот где мы живем, на парковку, и я вижу, что люди, которые по-настоящему богатые, у них вообще времени свободного, это фигище. Потому что они постоянно где-то тусуются, ходят в бассейны, фитнесы, в салоны красоты женщины ходят, детей возят на развивайки, то есть, они не привязаны к работе, они не отпрашивают сумачальство. По-настоящему богатые люди, они вообще классные, классно быть богатым. Вот надо начинать в себе вот эти все, как бы находить подтверждение, что бедным быть плохо и хреново им быть, а богатым быть наоборот хорошо. Вот. Это первое, да? Потом надо начинать работать над своими привычками. мы сейчас по ним прошлись. И третье, конечно, это нужно еще формировать свои знания и умения и навыки в плане богатства. Потому что можно быть очень умным и записывать все свои расходы. Но если у тебя нет навыка, например, формирования активов, богатства, ты вообще никогда не станешь. Ты так и будешь всю жизнь работать на тех, у кого активы эти есть. Итак, при этом давайте разберемся сразу, да? Вот есть три типа образования. Первое, это общее, это вообще понимание сути вещей. Холодно, тепло, жарко, север, юг, там и так далее. Академическое, это то, что нам дает профессию и по большому счету позволяет зарабатывать первые деньги. И третье, это финансовое образование, которое дает нам свободу. Финансовое образование нам ни в школе, ни в университете не дают. Финансовое образование мы должны получать сами. И в идеале это делать у богатых людей. Чаще всего еще есть замануха такая в том, что финансовое образование нам сейчас дают люди, которые не являются финансовыми специалистами. Потому что, если вы откроете заметку, например, в финансовом издании, эту заметку написал журналист, а он не богатый человек. Или, например, знаете, в Ротгостраха и вот этих всех пенсионных фондов, там, типа, консультант по финансам, личный консультант. Да какой ты, блин, может быть, консультант, если у тебя у самого нет ни активов, ничего. Вот, упаси Боже, в этот момент лучше обратитесь к богатому человеку и его спросите. Скажите, пожалуйста, вы вообще в плане вот этих вещей что думаете, страховок там и так далее. Я все время над этим очень серьезно разбирался. Если кому-то интересно будет, поставьте плюс, я пост напишу про страховки. Как я вот это все там изучал и почему я сейчас так об этом говорю. Итак, и теперь про финансовое образование. Да, вам нужно понимать, что у нас у всех есть так называемая финансовая ведомость. То есть у нас у всех есть доходы, расходы, активы и пассивы. Это взято из книги «Квадрант денежного потока» Роберта Киасаки. Вы можете это потом самостоятельно изучить. Я сейчас очень быстро буду пробегать, потому что мы уже в частные укладываемся. Итак, что такое доходы? Это то, что у вас есть, на что вы живете, расходы это то, что вы тратите. Активы это то, что вам деньги приносят, пассивы то, что деньги забирают. Все, мы это уже проскакиваем. И особенность финансовых отчетов разных категорий людей. Вот финансовый отчет бедных людей, он такой, во-первых, доход человек получает от работы, и потом эти вещи уходят в расход. То есть налоги, питание, рента, одежда, развлечения, развлечения, все. До активов деньги у бедных людей не доходят, их просто не хватает. Особенность финансового понимания среднего класса отличается от того, что они также получают доходы от работы, вы помните, но при этом еще средний класс, он чаще всего путает активы, пассивы, потому что, например, средний класс, он считает, что дом это актив. И он покупает дом, или там классную машину, и что-то еще, потому что, например, в Америке обещают налоговые вычеты, и так далее, и так далее. Богатые люди понимают, что дом это пассив, то есть он у тебя будет забирать деньги. Ну, вот я сейчас яркий просто пример приведу, вот посмотрите на эту счастливую семейную пару, это скриншот с рекламы Сибербанка, ипотечной программы, насколько они счастливы, потому что они взяли квартиру в кредит, машину в кредит, и они зашли в средний класс. И я даже, кстати, очень часто, когда спрашиваю многих людей, ну, как бы, переписываюсь с партнерами, говорю, как дела, какие успехи, что новое, люди говорят, квартиру купили, вот. И в этот момент, как бы, да, с точки зрения финансовой грамотности, важно понимать, как ты ее купил, и когда говорят, ну, типа, квартира в собственности, друзья, попробуйте не платить ипотеку пару месяцев, и вам быстро очень банк скажет, чья это квартира, ты ее купил все-таки или нет. Вот, а дальше, средний класс, почему он борется, потому что на среднем классе выезжают сейчас все, и средний класс работает на всех, кроме себя. У него, как правило, растут пассивы, у него растут доходы, при этом он сохраняет вот этот уровень, статус жизни, и так построено общество, что средний класс, он, ну, реально, ему тяжело будет, дальше все больше и больше будет тяжело. Вот, и когда к Ясаке спросили, что вы посоветите среднему человеку в сегодняшней ситуации, сказал, не быть средним, ну, естественно, лучше быть богатым. Кто такие богатые люди? Богатые люди, вот смотрите, у них большая колонка активов, и доходы они получают от активов, потом дальше у них есть финансовый план, соответственно, часть доходов, они опять инвестируют, активы, и потом уже от активов, доходы, которые поступают, они уже только тогда тратят. То есть, К Ясаке, например, вот он очень яркий пример, он говорит, у меня была мечта Порше купить. Порше, да? но я, например, понимал, что, сколько стоит Порше, например, 8 миллионов, да? Я, говорит, понимал, что купив Порше за 8 миллионов, я куплю себе пассив, потому что она будет жрать деньги, ее надо хоронить, ее надо страховать, ее надо кормить, да? Поэтому я, говорит, сделаю немножко по-другому. Я купил на эти 8 миллионов 4 квартиры, ну, по нашему, да, например, по-российски, или там он какую-то недвижимость приобрел, вот, дальше эту, сделал так, чтобы положительный денежный поток был от этой недвижимости, то есть, чтобы он ее купил с рычагом, да, с каким-то, например, то есть, он, допустим, на 8 миллионов можно купить, на самом деле, 8 квартир, то есть, взять, например, миллион, как первый изначальный внос, и миллион взять, например, в банке, с потяжом, там, 11-15, сколько-то тысяч, издавать, например, по 15 тысяч, у тебя будет от каждой квартиры положительный поток, допустим, 5 тысяч. Ну, вам интересно, если это, прочитайте книгу. Так вот, он говорит, и Поршея-то взял кредит, но этот кредит я платил не свой, а за меня платили активы мои. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть, он взял даже эту машину в кредит, но за этот кредит платил не он, а он получал эти деньги с активов. Вот в чем фишка богатых людей. Они формируют активы всегда. И вот, если брать с точки зрения сетевого бизнеса, то возникает вопрос, о чем мы-то здесь делаем? Почему я пришел в сетевой бизнес, и вы пришли почему-то сюда, и что здесь можно получить? И вот, Киосаки говорит, вообще, финансовое вот это вот богатство можно получить, это не Киосаки, это другая книга. Можно получить четырьмя способами. Например, можно на недвижимости, можно на инвестициях, можно на интернете. Самый крутой это бизнес. Почему надо заниматься бизнесом? Потому что бизнес позволяет сразу же быстро выйти на хорошие доходы. Реально, если сравнить, например, сколько здесь в Арифлэн ты можешь заработать за 5 лет, если вы здесь сейчас полгода, год, или вы считаете, что у вас не получается, поверьте, через 5 лет вы будете все равно больше зарабатывать, чем если бы вы остались на работе надо просто перетерпеть. Вот если с точки зрения доходов, да, может быть сейчас сложно, но если взять 5-10 лет перспективу, через 5 лет в сетевом бизнесе вы будете больше зарабатывать, чем если бы вы ушли на работу. Надо просто перетерпеть. Важно что? Важно первое, увеличение дохода для тебя. Потому что если ты зарабатываешь 10 тысяч, и у тебя не получается с этих 10 тысяч даже отложить, или ты откладываешь всего лишь по 500 рублей, ты очень долго будешь активы формировать. В первую очередь надо работать над увеличением дохода. Потому что если ты будешь зарабатывать 200 тысяч, будешь жить себе ни в чем не отказывая на сотку и сотку еще откладывать, вот тогда у тебя активы и начнут формироваться нормально. Второе метод умеренное потребление, потому что когда ты начнешь зарабатывать 200 тысяч, еще очень есть соблазн все 200 тысяч тратить. И вот эти фразы бедных людей, сколько бы не зарабатывал, все равно мало, или там сколько ты не будешь зарабатывать, все равно будет не хватать. Это тоже надо из себя искоренять, потому что надо найти комфортный уровень проживания. Ну, например, вот мы с Олей когда-то, когда зарабатывали 100 тысяч, мы же могли жить на 100 тысяч и еще откладывать. почему мы, например, сейчас зарабатывая еще больше, не можем, например, сохранить уровень проживания старый и при этом увеличить то, сколько мы будем откладывать. Вот, дальше второе, это умеренное потребление и третье, создание пассивного дохода, то есть нужно создавать. И вот что нам дает наш бизнес? Дело в том, что наш бизнес, он нам дает как раз возможность сформировать активы, потому что представьте себе, если вы сформировали команду с 5 человек, и эти люди все сделали по 6 тысяч рублей, или, например, у вас больше команды, но в этой команде есть 6 человек, которые делают по 6 тысяч рублей, то получается, что у вас групповой товарооборот с вами вместе, это 9%, да, и ваш доход приблизительно это будет 1750 рублей. Так вот, если брать финансовую ведомость, то 1750 рублей это увеличение вашего дохода, а вот эта группа при этом, что это такое? Вот эта группа, она заносится вам в актив. Почему? Потому что, если вы посчитаете, что если бы я хотел зарабатывать 1750 рублей от, например, финансовых активов, то мне в банк нужно было бы положить 210 тысяч. Если вам человек, например, если вы 9% и вам ваше окружение говорит, сколько ты зарабатываешь, вы можете даже в этот спор не вступать, потому что он не понимает, что такое. Ну, я же не буду сравнивать, я буду, вот смотрите, это то же самое, что, например, ты ходишь на работу по найму, ты зарабатываешь 20 тысяч, да, а я вложил 200 тысяч в банк и получаю 1700. Это разные деньги, за 20 тысяч ты должен был пахать, отрабатывать их каждый месяц, а я свои 1750 получу, даже если вообще ничего не буду делать, потому что это активы. Это разные немножко вещи, их не надо сравнивать. Вот, и что нам дает бизнес-система, она самое главное, что дает, это изменение секторов из работников по найму в бизнес, в активы, вместо изменения рода деятельности, потому что бедные люди, они бегают по кругу. Сегодня работал на тракторном заводе, завтра ушел на авиастроительный завод, после завтра, или там, я сегодня продавал колбасу, завтра я ушел в дирол или что-то еще. Понимаете, да? А активы так и не формируются. Самое главное, чтобы вы в нашем бизнесе начали понимать, для чего вы строите вот эту команду и начали строить активы. Вот, про сумму 1750 рублей поговорили. Если взять, например, уровень золотого директора, две команды с товарообротом 300 тысяч, это минимум доход 20 тысяч рублей. Так вот, 20 тысяч рублей, это будет ваш доход, а если брать активы, то золотой директор с минимальным доходом 20 тысяч, а это минимальный доход, это пассивный доход, который он будет получать, даже если вообще ничего не будет делать. Так вот, золотой директор, это уже владелец актива стоимостью 2 миллиона 400 рублей. И вы должны понимать, что золотой директор, который дальше работает, он работает не для того, чтобы свои активы как бы сохранить, да, получается, он работает для того, чтобы из своих 20 тысяч рублей, из своих 2 миллионов 400 сделать 4 миллиона, 6 миллионов. А посчитайте, сколько активы сформированы, если золотой директор или старше золотого получат, например, 100 тысяч. Это речь идет от 10 миллионов, от 15 миллионов активов. И у нас есть в команде люди, которые на такие доходы выходили за полгода, за год работают. Да без разницы, даже если за 3 вы будете выжать. По барабану. Все равно они больше получили, тем если бы они работали по найму. В плане финансовой состоятельности, в плане финансовой независимости. Да, может быть, на работе по найму ты в какой-то момент больше будешь зарабатывать. Но в течение двух лет это все выровняется, а в течение следующих лет предприниматель в Арифлэм обгонит работника по найму, причем на голову. Реально так сделать, ну, как бы там просто, знаете, разного будет совершенно категория людей. И это пропасть будет. Вот как между бедными и богатыми больше и больше пропасти. Вот что Арифлэм позволяет. Показывает мне, что времени уже мало. Итак, друзья, три пути к финансовой свободе. Первое, это иметь неприкосновенный запас, иметь личные деньги. Второе, это выйти на финансовую независимость и знайте, что с уровня золотого директора в компании и маркетинг-план обеспечивают получение пассивного захода. Наша компания уникальна тем, и она отличается от Фаберлика, от Анбея, от НЛ, от других компаний тем, что компания Арифлэм с уровня золотого директора, даже если ты будешь просто делать заказ, ты уже будешь получать пассивный доход. Это не означает, что ты вышел на золотого директора и ты перестал работать. Понятно, что мы все больше хотим, но вот этот момент очень важен, потому что по большому счету пассивного дохода на таких базовых уровнях в других компаниях нет. Там нужно делать другие совсем товарообороты, а для этого нужно пахать. И третий шаг это выйти на звание, позволяющее жить вашей жизни мечты. на этом я считаю, что старт к вашей финансовой свободе по лозам, друзья. И после этой информации вы можете хоть что делать, хоть как, но после этой информации самое главное, что вы должны обязаны для себя это именно перемещаться в категорию богатых, потому что когда-нибудь ваши дети, даже если в личку не спросят, скажем так, могут подумать, почему у них вот это вот есть, а у меня нет. Не дай бог вам в этот момент, вообще не дай бог вам как родителю услышать вот эту такую фразу, или чтобы у ваших близких, у ваших детей такие моменты появлялись. Вот. И такое небольшое задание, друзья. Мы, конечно, очень многие вещи голову по Европам затронули, но вот то, что нужно сделать. Первое, это домашнее задание откладывать минимум 10% с каждого хода и закатать банку финансовой безопасности. То есть вам нужно сделать так, чтобы у вас всегда были свои деньги. И второе, это составить свой финансовый отчет, вот этот баланс, посчитать в плане успеха, какое звание у вас должно быть, чтобы у вас был уровень финансовой независимости, чтобы вы могли уйти с работы по-моему, например, и как бы жить, не отказывайся, но при этом вы бы эти деньги получали от команды, от актива. И литература, которую надо прочитать, тоже как домашнее задание, это 4 книги, школа бизнеса Роберта Киосаки, самый богатый человек в Велоне, пес моим имени Мани Бодо-Шеффера и богатый папа, бедный папа. Все, на этом спасибо вам огромное, передаю слово обратно Ане и Сереже. Если какие-то вопросы остались, пишите мне, пожалуйста, в личку, и мы с вами можем быть всегда на встрече, на связи, в ВКонтакте, в соцсетях. Давайте делать общее дело. Пока.